теперь хотелось бы остановиться немного на самом прицеле после того как мы сели на месте стрелка оправы кнопки включили так сказать оптический прицел можем открутить открыть сам прицел mpm 44 выглядит он в игре следующим образом да теперь можно разобраться что в этом прицеле за что отвечает что мы здесь имеем мы здесь имеем поворот окуляр как он вообще выглядит давайте здесь посмотрим вот окуляр да это то куда мы смотрим вот это окошечко это именно направление этого окуляра то есть он сейчас смотрит ровно в сторону миномета да если мы сейчас сядем и его откроем он смотрит туда куда смотрит миномет если мы например его повернем в сторону то есть вот вы видите изменяется значение по азимуту данного прицела да и посмотрим на этот мы повернули влево мы видим что и на миномете он стал смотреть влево но миномет сам остался смотреть именно туда куда мы его с вами собрали да то есть при изменении что я хочу сказать при изменении данных значений по азимуту до больших угловых значений и барабанщика вращается только сам прицел сам окуляр то есть при возвращаем окуляр на место значение совмещено с минометом это 32 0 об этом тоже разговаривали 32 на той сейчас миномет смотрю прицел смотрит опять 100 ту же сторону куда смотрит миномет обратите внимание вот он желтенький это что касается самого прицела на прицеле также есть еще и значение которые выставляются по дальность это большие значения и барабанщик значит эти значения берутся из-за таблицы стрельбы для миномета 2b14 есть еще две вот такие стрелочки это опять же управление самим прицелом по высоте что это значит если я на нее нажму обратите внимание поднимается только прицел управляю ими мышкой посмотрим как это выглядит с внешней стороны обратите внимание видите поднялся прицел выше давайте опустим его вниз так вот отпускаем вниз его до максимума чтобы посмотреть разницу и видим теперь что вниз опустился только наш прицел миномет как стоял с этим углом так с этим углом и стоит это используется опять же необходимо для использования миномет метода наведения по точке наведения если наводить чисто только по азимуту то данные кнопки вам никогда не понадобится подвитя итог можно сказать что для управления самим окуляром самим прицелом нужно использовать клавиши zx для того чтобы перемещать его по азимуту page down для установки значений дальности соответствии с таблицей а управление самим минометом если вы используете метод наведения по точке наведения то необходимо использовать стрелки вверх вниз совмещая треугольничек с нулевым значением соответственно выставляет удальность которую мы поставили фрицелей и стрелочками влево вправо перемещать миномет по азимуту то есть перемещать его влево вправо чтобы бить левее либо правее